Гаврил, мы сегодня будем говорить о Перми, не совсем о трехсотлетии, потому что такой уже пройденный праздничный этап. Поэтому поговорим про проекты, в котором непосредственно участие вы имеете. Брендбук, это у меня личный вопрос. Так долго готовились? День города прошел, и Брендбук по факту ведь все уже остается где-то. Почему ты так рассуждаешь, что Брендбук только ради Дня города делать? Он же весь год работал на самом деле, начиная с новогодних праздников, начиная еще с прошлого года. Мы подготовили Брендбук, по-моему, финально мы его затвердили как раз осенью того года, когда мы прошли все конкурсы, когда все идеи были собраны, потом на основе этих идей была собрана концепция. То есть там же концепция сама по себе является не то, что это кто-то конкретно придумал. Это не я придумал, там сел, нарисовал с дизайнерами и так далее. Это был такой сбор именно коллективного творчества и мысли, который собрался именно в концепцию вот этого так называемого, это только для дизайнеров, наверное, понятный термин контейнер. Брендбук еще будет существовать после Дня города? Конечно. Он до конца года существует. Все мероприятия, если вы интересовались, там, то, что делает проектный офис 300-летия, там, событийная линейка, она очень большая. То есть у нас не ограничено каким-то одним праздником и так далее. То есть у нас задача сделать какое-то событие в рамках 300-летия не потому, что давайте вот в год юбилея просто что-нибудь одно сделаем и все. Мы как раз ориентируемся на то, чтобы если ты что-то новое создаешь, то это начало, которое уходит в будущее. То есть 300-летие – это некая новая точка отсчета. Я к тому, что вот вообще образы, которые были созданы и при помощи брендбука, и как вообще вот образы Перми, которые украшались и модернизировались к Дню города, они собрали огромное количество туристов. Вот как раз таки фестиваль медвежонок, Оружие Победы и много-много-много фестивалей прошло. И все гости, которые приезжали к нам, они удивлялись, как Пермь в подготовке к 300-летию видоизменилась. То есть стало гораздо лучше. Я вот хочу узнать, вот это только у нас такая локальная история, что 300-летие, мы все меняем город Краши или это на уровне России тоже как-то сказывается? Я не знаю, как точно сказать, что вот мы условно говоря планировали ровно так, но все посылы, все смыслы, которые, вся философия 300-летия, которая закладывалась даже на уровне логотипа и брендбука, она вся как раз была направлена на то, чтобы мы могли объединиться и вот в этом общем порыве, даже если ты делаешь какое-то событие, которое, возможно, регулярное, возможно, оно каждый год проходит, но ты пересмотри его с точки зрения того, а что ты новое можешь внести, а какие ценности ты несешь. То есть не думать о том, что, ага, юбилей, давайте концерт лупанем, ну просто какой-то там, не знаю, концерт на площади сделаем или еще что-то. Все идет через осознание именно ценностей и значимости для будущего, для жителей города. То есть поэтому мы, как бы это пафосно ни звучало, мы «Медвежонок», первый всероссийский детский кинофестиваль, мы именно тут через него в том числе показываем как пример, что это мы начинаем новый фестиваль, который будет продолжаться регулярно и который еще на федеральном уровне. То есть мы сделали локальное событие благодаря именно Министерству культуры Пермского края и благодаря губернатору. Но это событие стало значимым в федеральном масштабе, потому что это имеет большую ценность для индустрии. Все продюсеры, кинопроизводители приняли его невероятно с воодушевлением, потому что наконец-то появилась площадка такого масштаба, которая профессионально подготовлена, и все хотят, так скажем, продюсеры соревноваться в детском контенте. А для зрителей это только плюс, то есть зритель в этом только выигрывает. То есть у них появляются события семейные, и это круто, что мы именно не думали, что давайте что-нибудь сделаем только для юбилея города. Мы думали, что мы хотим в целом для города в юбилей что-то новое стартануть, что будет жить дальше долго. То есть получается и «Медвежонок», и проект, которым вы занимались, «Оружие Победы», оно по факту приурочено к юбилею города, но потом будет дальше существовать. Да, мы поэтому и «Оружие Победы» — это большая экспозиция, которая не заключается, что давайте мы на три дня откроем ее. Она продлится до октября месяца, и надеюсь, что у этого будет еще дальше продолжение. Когда мы даже начинали прорабатывать «Оружие Победы», было ощущение, что мы каждый раз удивлялись тому, какой великий Пермский край, по большому счету. И Георгий Георгиевич Саакян, он же не зря, увидев все эти смыслы, мы когда в рамках креативного совета при оргкомитете обсуждали, это его предложение было, что он даже слоган сказал, говорит, что Пермь 300 лет на службе Отечеству. То есть, когда ты смотришь на промышленность всю, с которой, собственно, город начался, у тебя глаза открываются, и гордость какая-то появляется, и это настолько органично. Это не последний проект «Оружие Победы» у вас именно? Ну, я надеюсь, нет. Ну, как? Но сейчас есть какие-то уже в разработке? У нас сейчас еще кино снимается. Мы же еще пошли в такую историю, что мы снимаем «Полный метр» вместе с «Централ Партнерши», полномутражный фильм «Культурная комедия» в главной роли Алексея Чадов, Владимир Кот режиссер, это «Непослушник-Непослушник-2», другие прекрасные артисты, Федорцов, Стоянов там играют и так далее. Эта история чисто про Пермь. То есть она, весь сюжет, он про борьбу как раз промышленника, промышленности и культуры, и мы показываем, что это не борьба, это на самом деле должна быть любовь. Потому что всегда город так существовал. Культура, она развивалась, потому что здесь развивалась промышленность. Это неотъемлемая часть. И вот мы всегда думаем, что вот культура – это отдельная история, промышленность – это отдельная история. Нет, они дико взаимосвязаны, и одно без другого жить не нужно. Мы сейчас очень много говорим про культуру в сфере, как это сказать, ну в таком классическом понимании. А вот если мы возьмем креатив, вот вообще что-то новое, есть какие-то сподвижки, на ваш взгляд, в Перми? Да, конечно. Конечно, есть. Ну смотри, культура, она же всегда тесно связана, то есть она формируется не только, ну то есть искусство, которое создается здесь, оно формируется еще не только теми людьми, которые находятся здесь и сейчас, то есть не только в рамках, условно говоря, вот да, у нас есть определенное количество великих людей, которые там что-то сделали. Алексей Иванов, который является там такой большой частью имиджа, так скажем, Пермского края, потому что, ну то, что он написал, его труды очень сильно помогли восприятию города и края. А в целом, если вот так вот перечислять, абсолютно разные аспекты, но они повлияли на культурное восприятие края. Те же реальные пацаны, тот же КВН, потому что такое количество КВНщиков, которое в Пермском крае существует, его ни в одном регионе нет. А что это такое? Это не просто ведь студенты, которые играют в КВН, это целый креативный кластер, то есть это целый креативный сегмент края. Я не знаю, там, последний раз мы разговаривали с Симуром Гельмудиновым, там, что в Пермском крае у нас порядка 7 тысяч человек играет в КВН. Это все сгусток креатива. То есть, так или иначе, каждый из них приходит либо в маркетинг, либо в рекламу, либо в культурную среду, либо в продюсирование идет, либо в сценарная работа. Это, конечно же, целый такой креативный фон, который формируется в городе. И это все влияет на культуру. Вопрос, как это правильно повернуть, и какие ценности в этот момент закладываются, и какие смыслы. И если есть вот это вот единение, которое в Пермском крае абсолютно присутствует, как бы мы там не спорили вокруг логотипа, брендбука, еще что-то 300-летие, мы все равно в итоге в едином порыве, каждый со своими разными мероприятиями объединяемся в одно желание сделать городу круто и дать какой-то задел на будущее для жителей города, и для своих детей, и в итоге для страны. И это очень здорово. Я не хочу сравнивать и раскачивать лодку соревнования с Екатеринбургом, но... Я этот вопрос убрал. Но давай качнем. Ну давай качнем. Просто, ну, у меня есть, если даже посмотреть на движение КВНовское, которое у нас существует, и мы все стараемся друг друга поддерживать, передавать опыт, подтягивать новых, совершать какие-то педагогические усилия, вот поэтому все и существует. Поэтому у нас есть своя местная лига, чемпионат КВН при Каме и так далее. И это все благодаря Емуру, кстати говоря, еще начиная, не знаю, ну, я через это прошел. Я там с нулевых начал, условно говоря, с КВН, с самого первого курса. И оно так как бы пошло. Я в этом движении, и я сейчас продолжаю поддерживать молодых. Не знаю, хорошо или нет, но судя по последней игре, можно было не поддерживать. Не особо мы помогли, но зато хорошо выступили с точки зрения... Мы про чемпионство говорим, чемпионскую игру. Мы сейчас, нет, выше лиги-то мы сыграли уже сборную, поддержали сборную Перми. Все старичье же вышло на сцену. Одну игру очень хорошо сыграли, вторую игру сыграли, уже проиграли. Но это нормальный процесс, это игра. Зато на первом канале присутствие трехсотлетия в развлекательной среде, это сильно ценнее, чем просто в новостях расскажут, что прошел день города. Поэтому это крутая штука. И в Екатеринбурге, например, такого единения молодежи и креативного класса нет. Хотя город невероятно креативный, творческий. Огромное количество там креативщиков оттуда абсолютно федерального значения. Но все вот очень... Не все, я опять же обобщаю, но кратко говорю, что там очень много таких талантов, которые сами по себе. И вот круто, что в Перми есть вот этот элемент патриотизма малой родины. И когда меня спрашивают, что вы типа переехали, уехали из Перми, живете там в Москве. Я говорю, что я живу в Москве там с 2005 года, но я не уезжал из Перми. То есть у меня... Ну, это не то, что из меня Пермь не выкинешь, а просто я не хочу этого. То есть я люблю свой город, и я всегда сюда возвращаюсь. И когда возник вопрос на федеральном уровне, когда там Дмитрий Николаевич Чернышенко стал председателем оргкомитета федерального по подготовке к 300-летию, конечно же, мы все с радостью приняли приглашение и вошли в команду вместе с губернатором, чтобы помогать родному городу. Сергей Валентинович Кущенко тоже. То есть он давно уже занимается глобальными, большими федеральными спортивными проектами. Но то, как он любит Пермь, для меня является вообще примером. То есть я смотрю и понимаю, что вот, это... Я так же, я такой же, да я тоже люблю свой город, я так же хочу помогать, и это все искренне. Так вот, вы уже ответ дали. На самом деле, меня просто вообще удивляет, как идет подготовка. Мне кажется, 300-летие это было таким, это было рычагом, чтобы все, кто добился успеха на всероссийском уровне, вернулись и сделали что-то здесь. Это круто, что это так выглядит, но все равно, мне кажется, мы не всех еще... Подтянули? Подтянули, да. Можно еще. То есть вот если в следующем году 300-летие сделать, мы еще больше людей соберем. Нет, здорово, что ты это замечаешь и надеюсь, что это замечают пермики, потому что, ну, я не люблю вот это вот отделение, что типа вот эти уехавшие, а вот эти вот... Ну, то есть, получается, что ты в Москву приезжаешь, ты там понаехавший, а отсюда ты уехавший. Ну, то есть, это что такое? Зачем вот это отделение? Это отделение возникает, не знаю, там, из определенных настроек самолюбия, зависти и прочее. То есть, это надо сглаживать. Я всеми усилиями показываю, что мы не разные, мы одни и те же. И, наверное, не знаю, можно как пример, наверное, привести пермское землячество, но я там не так часто вхожу в пермском землячестве, которое в Москве организовано. Но при этом я вижу, что вот, ну, наше пермское сообщество, некая такая диаспора, она существует, она, она, это работает, и это работает не потому, что мы просто там, есть точка входа, где можно приехать в Москву и сказать, что типа я из Перми, дайте мне поработать. Нет, не в этом смысл. Смысл в том, что как раз тот, кто добивается успеха, он не забывает свой город, и это ценно. Вот эту ценность, конечно, надо тянуть. И я с такой приятной какой-то завистью смотрю, наверное, именно на диаспоры, когда я вижу, как, условно говоря, армяне помогают, давно живут там в других странах, но при этом они всегда делают усилия, чтобы помочь Иривану, помочь там каким-то своим городам, своим, своей родине, это, ну, это крутой пример, так, ну, в каждой стране, как казахи относятся к своей родине, как те, кто работают в столице из Татарстана, из Удмуртии, они все думают, ну, у нас вот этого национального признака нет, но при этом мы пытаемся сформировать вот эту общность именно пермяков.